Игра про трансгендера, которая разоряет башню, довольно интересная. У неё есть свой геймплей, своя история, своё оформление. Но люди хотят от игры большего и ждут обновления, но оно до сих пор не вышло. Погодите-ка. Или вышло? Ну, оно не то чтобы вышло. Оно вышло в слитом билде, который хрен получишь. Но сегодня я вас ознакомлю с этим слитым билдом. Добро пожаловать на вторую часть обзора Sugar Spire. Зайдя в игру появляется катсцена, которая имеет практически тот же смысл, что и сам сюжет игры. После катсцены мы появляемся в... Эм... Эм... Чего? Вы появляетесь в некой комнате разработчиков. Чтобы из неё выйти, вам нужно поставить игру на паузу и выбрать эксит-левел. И мы появляемся в изменённом холле, в котором есть уровни. Про их оформление и геймплей мы поговорим позже. Но мы пришли сюда за чем-то новым. И оно тут есть! На первом этаже есть вход к боссу, художнику, который не имеет искусственного интеллекта и просто стоит здесь для вида. Его легко убить, да и из-за убийства вы ничего не получите. А выйти из уровня вы можете только через паузу. А вот теперь самое интересное. Второй этаж. На первом этаже есть вход на второй этаж, в котором находятся новые уровни, новые механики, новый геймплей и так далее. Сейчас мы поговорим о геймплее. Геймплей тут заиграл новыми красками. У Пизеля появились новые механики. К примеру, рывок в сторону после суперпрыжка или езда вверх тормашками. На каждом уровне есть некий Руди, имеющий такую же механику, что и Джером. Вы ищите вот такую дверь, благодаря Руди открываете её, забираете сокровища, да и бежите до конца уровня. Появился и второй круг. Затем в мороженое вы откроете его и побежите до конца уровня заново. Шахта в слитом билде изменилась, и она мне не понравилась. В демо-версии она была лучше. Она мне не нравилась своим видом, да и новым геймплеем. Получив пончики от Розетты, вы можете этими же пончиками стрелять, как из пистолета. Когда вы встретите этих челиков и стрельните в них пончиком, то они будут этот пончик переплёвывать друг к другу. Благодаря этому вы можете зайти на другую локацию. На втором этаже появились блоки, ударившиеся в которые ваша игра будет либо медленной, либо быстрой. Уровень МТ Фуджетер имеет геймплей почти такой же, как и у Рыцаря из Пица Тауэр. Пройдя мимо шкафчика, вы станете ледяным конькобежцем, который может сносить ледяных лягушек с определенной скоростью, может быть западать вниз без вашего разрешения и так далее. Сукрас Шноу Шторм, связанный с уровнем Вар, имеет свою механику. Зайдя на уровень, начинается таймер, который нужно пополнять убийствами врагов. Если же таймер закончится, то появится конбол, который погонится за вами. Он не будет вас мучить как конбол демо-версии, а будет просто гоняться за вами. Если он вас догонит, то сможет одним касанием истыкинить вас в реальной жизни и вы все знаете. Найс, я сейчас убью всех! В Дэнс-Офф можно встретить вот этого чибрика, который имеет ту же механику, что и гонка. Если вы выиграете в его гонке, то получите конфетку. Нет, его лыба вам, а не конфетка. Также в этом уровне можно встретить пизана, который будет стрелять в вас бомбами. Бомбс? В Чоку-кафе можно покататься на зефирном пьосике. В этом уровне могут встретиться зефирные блоки, через которые нельзя пройти. Как их убрать? Все просто. Добегайте на зефирном пьосике до кружки. Он туда прыгает и уничтожает здесь зефирные блоки на локации. Чтобы сесть на пьосика, вам надо нажать на клавишу удара. А чтобы выйти из пьосика, вам нужно нажать на клавишу прыжка. Также в этом уровне присутствуют стрелки, которые могут поднять вас вверх. В уровне Sting Operation можно покататься на летающей тарелке, которая может летать где угодно, стрелять пончиками, да и сносить вот эти блоки. Вы думаете, геймплей на этом кончается? Ух, какие же вы наивные. Нажав таунт вверх, вы можете поменять персонажа. Нажав таунт вверх за пизеля, вы станете пизана. Пизана может делать двойной прыжок, и при рывке после супер прыжка он вовсе может стать суперменом. Нажав таунт вверх за пизана, вы станете гамбобом, который может летать и использовать стакан как атаку. Нажав таунт вверх за гамбобом, вы станете мороженкой. Нажав на ее, мороженка бросит свою голову, после чего она взорвется. А если нажать вниз и удар, то она может сбить любого чалика с ног. Если вы хотите поменять наряд, то нажмите на таунт вниз. Блин, тут даже есть наряд, который намекает, что пизать транс. Оформление, как и геймплей, заиграло новыми красками. Холл изменился, появились украшения, и среди украшений можно найти анимешную розетту и плюшевого червячка. Да, я только недавно понял, что это мармеладный червячок. Оформление входа в уровень также изменилось, и это выглядит очень круто. Рядом с каждым уровнем мы можем встретить айс попа, который будет говорить нам что-либо. Оформление у уровней не изменилось, не считая шахту. Давайте поговорим о втором этаже и... О боже. К сожалению, ребята, мы не летаем, а идем по невидимым блокам, которые хрен знают куда идут. Но есть одно решение. F6 и панель управления у вас на руках. Напишите тачка Lysian 2, как показано на видео, и вы увидите все невидимые блоки, по которым идете. Но есть один нюанс. В тех уровнях, где нету невидимых блоков, эта команда может вам испортить всю красоту уровня. Чтобы убрать эту команду, напишите тачка Lysian's Falls. И готово! Всего уровней на втором этаже 5. Первый уровень MT Fuggetter, основанный на зимней тематике. Здесь очень красиво, и главное, нету невидимых блоков. Зайдя на уровень, вы попадаете в холодные биомы. Но чем больше вы проходите уровень, тем выше вы поднимаетесь, и вскоре вы попадаете на облака. Это очень круто! Второй уровень Dance Off. Он заслуживает отдельного внимания, и как по мне, его титул карты нарисованы намного проработаннее, чем другие. Посмотрев на задний фон, мы увидим шарики, и один из них в форме нашего лица. Красота! Помните ананасиков из Pizza Tower? Вам было обидно их убивать, ведь они такие прикольные. А в Шугаре Спайр они разнесли этот факт. Они сделали арбузиков, которые работают так же, как и ананасы в Pizza Tower. Только арбузы могут использовать таунты, когда захотят. Да и их убивать не жалко. Ведь своим таунтам они наносят урон. Третий уровень Чока Кафе. Все настолько спокойное. Простой. Как будто ты в буквальном смысле находишься в кафе. Особенно хочу поговорить о формлении зефирного пёсика. Он такой... Ааа, он такой милый! Да и его блоки с очками это просто ууууу! Да и картинка на телеке во время того, как мы катаемся на пёсике и мбааа! Четвёртый уровень Стинг Оперейшн. Он славится своими пчёлами. Работники здесь всегда с каменным лицом. Вы их схватите? У них каменное лицо. Вы их бросите? У них каменное лицо. Вы их убьёте? У них каменное лицо. Этот уровень выглядит очень красиво. Правда в начале. Дальше он не будет таким интересным. Да и при том, что в туннеле имеется только чёрный цвет. Вы подумаете, что уровень так себе? Но я вам расскажу о его бриллианте позже. Ну вот и самое жёсткое. Пятый уровень. Сукрусноу Шторм. Это самый запоминающийся уровень в игре. Вы его хрен забудете, потому что он заставит вас страдать. Уровень пропитан катастрофой. Оформление блоков, да и задний фон очень хорошее. Там могут встретиться вот такие камни. Которые довольно эстетичные. В этом уровне присутствует ракета, которая сделана в виде колы. Кола идеально подошла к роли ракеты. Правда тут и есть спрайт из пицца Тава. Очень крутой уровень. Но очень непростой, который требует ваших нервов и времени. Будьте готовы к нему. Кстати, забыл сказать. В начале игры не заходите в туториал. Ведь он ещё не доделан. Музыка второго этажа просто бомбезная. Зайдя на уровень Intifujetor, заиграет музыка, которая очень сильно подходит под зимнюю тематику. В уровне Dance Off есть не очень музыка, которая находится в начале. Ну вот дальше, на следующей локации музыка очень мощная. Прям капец какая крутая. Я бы под эту музыку натанцевал, что аж прям... УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ В уровне Чоко Кафе музыка спокойная и довольно мотивированная. Музыка Sting Operation, к нему-то я и хотел подвести. Музыка связана с темой космоса и она, как по мне, очень крутая. Она же и является бриллиантом этого уровня. Послушайте же. Самый крутой трек находится в уровне Сукро Сноушторм. Здесь музыка прямо описывает катастрофу, что тебе нужно валить отсюда как можно быстрее и обезградить таймер. Интересный факт. Если вы проходите уровень за Пизана, то у вас заиграет другая версия Sugar Rush. У художника должна была быть своя музыка, но в самом билде ее нету. Но я дам вам послушать ее, ведь она находится на ютубе. Итак, вывод. Слитый билд это очень хорошее сокровище, которое дает нам узреть хоть что-то новое. Ну а я с вами прощаюсь. Еще увидимся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok